Добрый день, дорогие коллеги, друзья! Мне очень приятно присутствовать на этом форуме, видеть земляков. Я пробегусь. 2017 год был очень насыщенный в части взаимоотношений. В Минске прошел, во-первых, съезд беларусов мира в этом году уходящем. Очень интересные были сообщения. Приятно было послушать со всего мира наших земляков. Открытый разговор. Присутствовал министр иностранных дел Макей на этом съезде. Он выступал. Трижды выступал известный всем Шушкевич наш, вошедший в историю Беловежской пущи. И выработана была декларация. И направлена президенту Республики Беларусь Лукашенко и президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Реакция последовала, потому что, в отличие от прошлых съездов, он был более позитивен, потому что он считается как бы в оппозиции. Тем не менее, была предоставлена площадка. И люди высказывались полностью о своих... Очень большая диригация была от Польши, Соединенных Штатов. Было от съезда беларусов мира обращение к Всемирному конгрессу татар, которое было озвучено, если кто присутствовал, слышали это обращение. Здесь в Казани, который тоже прошел в этом году в Казани. В этом же 1917 году в Беларуси, это как показатель, был открыт памятник татарскому композитору Фариду Ярулину в Дубровно. Он во время войны там погиб. И лицей, или колледж, там музыкальное учреждение, творческое, в Дубровно, около которого установлен этот памятник, присвоено имени Фарида Ярулина. Я лично присутствовал на открытии. Собственно, мы его и отливали здесь в Казани. Это вот тоже показатель нашего сотрудничества. Кратко скажу, что у нас к 2013 году товарооборот Татарстан-Беларусь привычил 2 миллиарда долларов. Это только Татарстан-Беларусь. Всем вам известны, это вот и белорусские автобусы, МАЗы, которые бегают по городу. В Казани их порядка 500 штук. Половина парка казанско-автобусного – это МАЗы. К универсиаде были поставлены белорусские трамваи. Вот эти вы тоже видите сцепленные. Это вот уже такое экономическое сотрудничество, которое… Это показатель. В 2016 году в конце состоялся визит президента Татарстана-Мениханова с большой делегацией 45 человек в Минск. Подписан очень большой протокол, порядка 60 пунктов. Очень большие планы. И по особой экономической зоне в Елабуге. И по производству трамваев на площадке набережных Челнов. Территория особого развития. Это… Вот это сотрудничество… У нас давнишние связи Татарстана с Белоруссией. И поэтому, конечно же, белорусская сельхозтехника – это знаменитый трактор «Белорус». У меня один друг здесь, в Казани, он шутит, говорит, надо же, республику назвать трактором. Насколько, так сказать, вот эта техника себе продвинула. Также хочу сказать, этого, наверное, будет всем интересно, многие, может быть, даже еще не знают. Буквально в этом году, осенью, создана Общественная палата Союзного государства. Я от Татарстана также являюсь единственным членом этой Общественной палаты, ваш покорный слуга. Она еще только-только развивается. Буквально, вот вчера пришло сообщение, она будет обсуждать 14-15 декабря, вопрос, связанный с Олимпийской командой России. Они будут высказывать свое мнение. Для белорусов будет интересно, что в Казани, в республике Татарстан, точнее, в Печищах, на противоположном берегу, есть музей Янки Купалы. Это единственный в Российской Федерации музей мемориальный. Он является филиалом Национального музея Республики Татарстан. Это последнее место жизни Янки Купалы. Пользуем случаем, могу сказать, если у кого-то появится желание, мы можем его посетить в любое время, днем, ночью, это когда у кого какие-то возможности будут. Также скажу, что сейчас мы после визита Бениханова был поднят вопрос, он нами совсем давно поднимается, и татарской общиной в Минске, и нами отсюда. Когда-то был рейс Казань-Минск, я сам на этом самолете летал, два часа лету, и ты в Минске. Когда пошла вот эта так называемая перестройка, все это порушилось, сейчас сообщения нет ни авиационного, ни ежедорожного. Хотя в неделю ходило пять поездов. Это был Новосибирск-Минск и Свердловск-Брест. И они проходили через Минск, минуя Москву, очень удобный был маршрут, многие им пользовались, и этого маршрута тоже сейчас нет. РЖД почему-то решила пустить этот транспорт два раза в неделю через Нижний Новгород. Но насчет железнодорожного у нас трудности будут, а вот по авиасообщению вопрос сдвинулся. Думаю, что в 2018 году этот авиарейс уже будет запущен. Во всяком случае, согласование ЮТЕР уже авиакомпания определилась. Сейчас идет согласование только по трафику, по тарифам. Беларусь дала льготный тариф авиакомпании на обслуживание. Думаю, что этот вопрос у нас пойдет, в этом я почти уверен. Ну, также, кто может не слышал, я, так сказать, напомню, что в Белоруссии шесть мечетей, и одна из них, шестая в Минске, открылась в декабре 2016 года. И я очень тесно общаюсь с татарской общиной, и мы с ними высказываем совместные пожелания, проекты. И в этом плане у нас идет очень тесное общение. Широко отмечаем праздник День единения народа в Белоруссии и России 2 апреля. Как правило, выезжают из Белоруссии коллективы, которые здесь пользуются очень большим успехом у казанцев. Зал обычно не умещает всех желающих, как правило, особенно когда вот приезжал ансамбль Купаленко, известные свояки с Мозыря. Мы провели Дни белорусского кино, здесь очень широко освещалось. Ну и хочу сказать, чтобы уже все знали, что в 2018 году будут проведены Дни белорусской культуры в Татарстане и Дни татарской культуры в Белоруссии. Так что 2018 год тоже будет такой насыщенный вот этими всеми мероприятиями в этом вопросе. Давно уже обсуждаем вопрос. Я хочу, чтобы у всех уже это осталось. Я этот вопрос и на общественной палате поднимал. И на съезде белорусов мира Янка Купала заслуживает памятника здесь в последнем месте своей жизни. Поддержка пока на всех уровнях есть. Немножко повлияло то, что в Белоруссии после Латушка и Светлова третий министр пришел новенький. Я с ним уже этот вопрос обсуждал. Наш министр поддерживает все богатолин культуры. Наш, так сказать, обращение от съезда белорусского мира пошло. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем. Думаю, что все-таки этот проект состоится. Я всегда привожу пример отношения к этому вопросу деликатному Татарстана. Памятники Габдуле Тукаю стоят порядка, наверное, уже около 15. Это и в Турции, в Казахстане, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Астрахани. В этом году мы отправили, я почему говорю мы, я кроме общественной нагрузки, я еще и генеральный директор завода художественного литя, мы эти памятники отливаем. На Сахалин даже, в Пермской области. Вот и президент всегда поддерживает эту инициативу, эту идею, потому что все... Я вот был в Астрахани на открытии, звонит мне сейчас руководитель общины, он депутат местного Астраханского госсовета. Он говорит, Сергей Павлович, вы знаете, это для нас сейчас островок татарской культуры. Мы все мероприятия, значит, мы проводим, начинаем с памятника Габдулы Тукая, и потом уже идет продолжение. Точно там мы все праздники начинаем с музея Янки Купалы в печищах, и потом уже идет это дальше развитие. Причем даже Ивана Купалу проводим тоже там же, в этих печищах, хотя, так сказать, общество русской культуры и украинское общение, они выезжают на бережню Челны. Мы считаем, Янка Купала взял псевдоним Купала, потому что он родился в этот день. И мы вот уже 12 лет последних проводим в печищах, и очень пользуются уважением, и народ туда приезжает с удовольствием, местный наплыв такой уже развития. Причем организовали буквально по собственной инициативе. Вот я кратко так вот пробежался, чтобы на слух озвучил. Спасибо вам за внимание. Уважаемые коллеги, тема моего краткого выступления «Место татар в судьбах Беларуси. Исторический аспект». В исторических источниках 15-18 веков к этнониму татары прилагаются такие определения, как татары Великого княжества Литовского, татары Раздвиллов, татары-казаки и так далее. Определение литовское за татарами закрепляется в 19 веке, когда появляется необходимость установить различия между татарами, проживающими на присоединенных к Российской империи землях Речи Посполитой и Казанскими, Сибирскими, Крымскими татарами. Но в историографии применяются и другие определения, другие термины, кроме литовских. Польские татары пишут, парный термин – польско-литовские татары, но реже – белорусские татары. На территории Белоруссии, в период Великого княжества литовского, татары начали заселяться в 1397 году. Первоначально они селились в окрасностях Лиды, Крева, Новогрудок. Массовая миграция татарского населения имела место при Великом литовском князе Витовтии. Во время его правления татарское войско под руководством бывшего хана Золотой Орды Джалальдина участвовала в войне против Тевтонского ордена. Участвовала, например, в знаменитой битве, Грюнвальдской битве в 1410 году. В 15 веке возникают татарские поселения близ города Троки. Число татарского населения в Белоруссии значительно увеличилось после битвы под Клецком. Это в 1506 году. В этот период в Минске формируется татарская слобода. В конце 15-го, в начале 16-го веков большие владения татарской знати образовались в Новогрудском, Минском, Лятском, Ашмянском уездах. К началу 16-го века татары стали пользоваться старым белорусским языком, но сохранили мусульманскую веру с юнитского толка. В научной библиотеке нашего университета хранится белорусская рукопись 1645 года. Графика арабская, язык белорусский, содержание по исламской религии. Вот специалисты отмечают, что, я буквально цитирую, Галина Мишкиняня, она работает в Вельницком университете. Она пишет, что белорусские тексты, написанные арабским письмом, что интересно, лучше других памятников, отражают специфические особенности фонетики белорусского языка. Изучение этих источников позволяет восполнить белые пятна в истории белорусского языка, когда начавшаяся в 17-м веке полонизация вытеснила белорусский язык из употребления. В настоящее время я занимаюсь историей татарских общественно-политических организаций, которые стали возникать в 60-х годах 19-го века, то есть в период так называемых великих реформ. В начале 20-го века в этот процесс были вовлечены и польские литовские татары. В 1907 году мигранты польские литовские татары в городе Нью-Йорке образовали мусульманское благотворительное общество. Но особо данных по этому обществу у нас пока нет. Такое же общество в 1909 году было организовано польско-литовскими татарами в Вельнице. Варшавское мусульманское благотворительное общество в 1913 году было организовано польско-литовскими и приезжими татарами из Поволжия. В 1907 году возникла союз польско-мусульманских студентов. Сюда входили студенты Петербургского университета, отделения восточных языков, института путей сообщения, медицинского института, а также слушательницы высших бестужинских курсов в Санкт-Петербурге. Целью этого союза было объединение мусульманских студентов для защиты культурно-просветительных интересов и проведение исследований по истории польско-литовских татар. Собрания проходили в виде дискуссионных клубов. Члены этого союза осуждали также и политические проблемы. Сближение татар Белоруссии и Поволжских происходит в годы Первой мировой войны. Потому что территория проживания белорусских или польско-литовских татар оказалась в центре военных действий. В Казани появляется поток беженцев, поток беженцев татар-мусульман. Сначала они появились в Москве, потом московские татары их направили в татарско-мусульманские регионы России. Они появляются в Казани, в Оренбурге, в Уфе. И вот в этих городах образуются специальные комитеты помощи беженцам-мусульманам. Например, в августе 1905-1915 года в Казани был организован комитет по оказанию помощи беженцам-мусульманам. Руководил этим комитетом известный в то время юрист, депутат Первой Государственной Думы Саид Гарай Алкин. Заместителем его был Фуат Туктаров, тоже известный в то время общественно-политический деятель, член партии СРФ. Комитет состоял из приемной, столовой, квартирной, регистрационной, санитарной, гигиенической, школьной комиссии и бюро по трудоустройству. Значит, комитет занимался размещением беженцев на квартирах, устройством трудоспособных мужчин и женщин на работу, детей на учебу, выдачем материальных пособий и так далее. В комитете активно работали женщины-мусульманки. После февральской революции 1917 года функции этого комитета перешли в новый комитет, ну, мусульманский комитет. После февральской революции 1917 года образуется союз татар Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. В центральный комитет этого союза входили Ахматович, это президент, Абрахам Мискевич и Александр Мухарский, вице-президенты. Леон Крещинский был секретарем этого союза. Согласно уставу, членом этого союза могли быть мусульмане без различия национальностей. Вот эти члены этого союза приняли активное участие в политической жизни мусульман всей России. От имени союза его председатель Ахматович вошел в состав исполкома Всероссийского мусульманского совета, стремившегося защитить политические, культурные и духовные интересы 30-миллионного мусульманского населения России. Участвовал во всех его съездах и заседаниях. В январе 1918 года мусульманский делегаций под руководством Ахматовича доставил в Уфу известный Коран Османа. Военную охрану осуществил свотный гвардейский мусульманский полк под руководством капитана Александра Тальковского. После 1917 года еще более расширились связи с Белоруссией повозка у радских татар. Во время голода 1921-1922 годов из Белоруссии в Татарстан поступило большое количество продовольствия. В годы Великой Отечественной войны Татарская ССР приняла значительное число эвакуированных из западных овластей, в том числе видных белорусских деятелей культуры. Вот насчет Янка Купала уже сказали. В настоящее время существует, функционирует музей в селе Пищищи. Это на правом берегу Волги напротив Казани. В июне 1941 года наступление немецких войск в районы Цехановес на границе Белоруссии и Польши сдерживала 86-я мотострелковая дивизия имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Обороной Брестской крепости руководил уроженец Пестерсинского района Петр Гаврилов. В ряды большое количество уроженцев Татарстана сражались и в рядах белорусских партизан. Я отмечу только писателя, поэта Заки Нуры. Он, кстати, переводил произведение Янка Купала на татарский язык. И он являлся почетным гражданином города Орши. Но насчет Фарида Ярулина, молодого композитора, одного из авторов первого татарского балета Шурали, уже было сказано. В Минском подполье участвовал известный герой периода Отечественной войны Иван Кабушкин. В боях за освобождение Белоруссии отличились части, сформированные в нашей республике. Это Витебская стрелковая дивизия, Оршанская стрелковая дивизия и так далее. Политуправлениями 1-го и 2-го белорусских фронтов издавались на татарском языке газеты «Красная армия», «Красный войн», «Фронтовая правда» и так далее. После войны период экономические, научные и культурные связи татарской айса с Белоруссией получили дальнейшее развитие. Республика, наша республика оказала помощь Белоруссии в восстановлении учреждений культуры, народного образования, пострадавших в годы войны. В настоящее время в Республике Белоруссии функционируют 15 мусульманских общин. В городах Минск, Гродны, Слоним, Смеловичи действуют воскресные татарские школы. Работает объединение белорусских татар «Аль-Китаб», это в Минске функционируется с 1989 года. Культурный центр «Гродненских татар», религиозное объединение мусульман Республики Белоруссии функционируется с 1994 года. Исламский центр культуры, издается газета «Жизнь» в Минске и журнал «Байрам» на белорусском языке тоже в Минске. И газета «Алислам» в Минске на русском языке. Окей. Вот, к кратству, у меня всё. Благодарю за внимание. Спасибо. С интересом прослушал Ваше выступление. И оно меня убеждает ещё в очередной раз, что история – это современность, обращённая в прошлое. И помимо самых интересных фактов, которые Вы здесь сообщили, это, несомненно, для нас и предмет рассмотрения сегодняшнего дня. Ну, например, это этно-национальный культурный туризм. Мы говорим о том, что татары – это люди, которые давным-давно уже присутствуют в Белоруссии, в её истории и культуре. Ну, в частности, я вот сам не раз проходил возле многих сельских татарских кладбищ. И это вот те могилы, которые тоже могут быть предметом сегодняшнего внимания, заботы со стороны и Белоруссии, и Татарстана, в частности. Потому что это наше наследие – могилы предков. Но и другой спектр инфраструктура, вот я уже говорил, этнокультурного туризма – это вот те туристические коридоры, которые позволят нам сегодня говорить о возникновении общего гуманитарного и социокультурного пространства. Благодарю. 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 Спасибо большое, Николай Александрович, за предоставленное слово. Сейчас уже много нами было сказано о важности гуманитарного сотрудничества. Я, собственно говоря, хочу эту линию продолжить, отметив, что Евразийский экономический союз, три года которым мы вот-вот будем отмечать, является структурой, которая нацелена на развитие экономических проектов. Создание единых рынков. Но гуманитарная составляющая, культурная составляющая является тем цементом, тем связующим компонентом, без которого просто никуда. Что касается гуманитарного сотрудничества, как тип взаимодействия, именно это сотрудничество направлено на то, чтобы создавать атмосферу взаимопонимания международными, создавать условия для кооперации, кооперации экономической, кооперации политической, кооперации в сфере безопасности. Об этом еще у нас будет множество разговоров, выступлений, докладов. Что касается сотрудничества в рамках союзного государства и Евразийского экономического союза, я бы хотел отметить, что наши народы объединяют историческое прошлое, культурное наследие. На протяжении нового, новейшего времени мы сформировали тот базис, который дает нам возможность опираться на общие традиции, историю, культуру. И в этом отношении у нас очень много положительных примеров существует. Один из таких самых ярких – это, безусловно, победа советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом уже много было сказано слов о том, насколько мы вместе, сообща, сотрудничали, и важно не забывать это все. Кроме того, сотрудничество и гуманитарное развитие идет по линии образования, но не так, как бы хотелось. Я, как представитель высшей школы, как представитель академического сообщества, вижу здесь множество проблем. Вы, Николай Александрович, в самом начале нашей работы сказали, что нам необходимо больше уделить внимание концентрации на том, какие идеи у нас должны родиться в процессе нашего обсуждения. Мне кажется, что нам необходимо более детально и внимательно посмотреть на сферу образования, образования высшего, поскольку экономика невозможна без специалистов, и управление невозможно без специалистов. А будущее нашего союза, нашего интеграционного пространства зависит прежде всего от тех специалистов, которые будут управлять этим пространством через 5, 10, 20 лет. Тем более, что и место к этому обязывает. Мы находимся, я напомню, в одном из старейших университетов России, поэтому стены, они, правда, мы, наверное, в новом здании находимся, да? Но, тем не менее, все-таки атмосфера и энергетика, и аура, скажем так, она способствует нашему разговору. Ну и тем более, у нас здесь среди экспертов большинство, я так понимаю, представителей тоже профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета и белорусских университетов. Поэтому в этом направлении, направлении развития образования, и стоит несколько слов сказать. Вот, если мы посмотрим на систему образования, я не буду уже приводить здесь какие-то цифры, я просто хочу обозначить проблемы, которые есть, да? В рамках союзного государства Беларуси и России у наших граждан существует возможность обучаться в разных вузах. Нет, нет практически препятствий для того, чтобы белорусы поступить в российский вуз, россиянину в белорусский вуз, но практика показывает, что этими возможностями пользуются не так часто и недостаточно эффективно задействованы это направление. Я не знаю, у моих белорусских коллег, может быть, задам вопрос, было ли в вашей практике, сталкивались ли вы с студентами из России, которые работали и обучаются у вас, насколько это является, вот, не является ли это, скорее, исключением, нежели правило, да? Если мы посмотрим на европейскую практику, вот, в институте Европы мы проводили экспертный клуб и много говорили о соотношении между Европейским Союзом и Евразийским Экономическим Союзом, ну, всем известно, что академическая мобильность в Европейском Союзе – это такой, один из важнейших трендов гуманитарного сотрудничества. У нас пока академическая мобильность развита не настолько хорошо, как хотелось бы, да? Не только среди студентов, но и среди преподавателей, поскольку обмен практиками преподавания, обмен методиками преподавания является очень важным в сфере высшего образования. Это налаживание тех мостов и коридоров сотрудничества, которые позволят дальнейшим двигать интеграцию вперед. Кроме того, скажу еще такую вещь, что во многом существующая практика может быть излишне забюрократизирована, да, и бюрократические какие-то препятствия существуют. Вот я, готовясь к выступлению, обратил внимание на договорную базу, которая существует в нашем университете, Белорусского государственного экономического, по международному сотрудничеству в рамках евразийского экономического пространства. Я специально оставил в стороне сотрудничество с российскими вузами, поскольку здесь особая ситуация. Я взял беморандум с Евразийским национальным университетом Казахстана имени Льва Николаевича Гумилева. Он был подписан несколько лет назад, но реальной практики и сотрудничество почему-то не наблюдается. Ну, прописано там очень много важных и нужных вещей. Академическая мобильность, чтение лекций, участие в конференциях, в том числе используя возможности технические. Скайп-конференции, онлайн-конференции в разных форматах. Но почему-то мы еще не дошли до того уровня взаимоотношений, когда это стало такой обыденной практикой, принять участие представителям, прежде всего, азиатского вектора Евразийского экономического союза, в тех мероприятиях, которые проводятся у нас в республике, проведение каких-то совместных встреч, совместного сотрудничества. И помимо академической мобильности студентов, молодежной политики, вот Виктор Николаевич отметил такой важный момент, как необходимость развития туристического сотрудничества, для того, чтобы скреплять наши страны, создавать связи и увязки, межличностные контакты. Еще важный момент гуманитарного сотрудничества, мне кажется, это необходимость учебного курса в высших учебных заведениях, который бы отражал реалии, историю современного состояния и будущее евразийской интеграции. И как составная часть, несомненно, сотрудничества в рамках союзного государства. Вот такая дисциплина учебная, мне кажется, назрела, она необходима, она даст толчок гуманитарному сотрудничеству и выведет на новый уровень и культурное, и образовательное направление в рамках Евразийского экономического союза. Позволит создать прочную основу для экономических проектов, для обеспечения безопасности, для того, чтобы наш союз становился на ноги и выступал в дальнейшем как мощный, не только региональный, но и глобальный игрок в мировой экономике, безопасности, политике, культуре. Вот, вот, такие... Маленькое замечание можно? Да, пожалуйста. Коллеги, назову цифры. В Казанском университете из Китая обучается почти 700 студентов. Из Узбекистана больше тысячи студентов. Из Казахстана 500 студентов. Из Белоруссии 5 человек. Ну, это можно сказать ничто. В прошлом году, в прошлом году два человека было. Это мы в два раза увеличили. Коллеги, вот, если вы меня спросите, почему это происходит, потому что, к сожалению, не знают, что сейчас российская наука переживает ренессанс. После вот этих 90-х годов, когда мы все пострадали, и ваша наука, и наша наука. Но Владимир Владимирович Путин нашел силы, средства, чтобы поддержать науку, поддержать федеральные университеты. У нас прекраснейшие лаборатории. Прекраснейшие лаборатории оборудованы последним вот... Вот то, что есть на рынке, это условие было такое для федеральных университетов, чтобы это было в области физики, квантовой физики, нанотехнологии, лазерных технологий, в области химии, значит, в области биологии, микробиологии, генетики. Они напичканы... Это 400 лабораторий, 200 новейших лабораторий. Пожалуйста, университеты Белоруссии могут работать с нами вместе, используя это оборудование. Единственное, значит, условие – это интеллектуальный продукт, чтобы был совместным. Но это в ваших же интересах. Или интеллектуальный продукт, или, как мы говорим сейчас, knowledge transfer. То есть, чтобы вот эти знания, которые в лаборатории были получены, чтобы они пошли в производство. У нас, кстати, собственно, производство вот так вот налажено катализаторов для добычи, для переработки нефти. Вот почему это? Почему 2-5 студентов? Почему китайцев 700 человек? Узбеков больше тысяч. Вот потому, что мне кажется, что наши братья-белорусы еще не понимают, что российская наука, она на самом деле сейчас стоит очень на твердых ногах. Вот мы, так называемые университеты ведущие, это research-based universities, так называемые. Research-based, то есть основанное, в первую очередь, это исследования. Поэтому, пожалуйста, мы готовы. Давайте какие-то совместные, может быть, акции проведем. Может быть, дни Казанского университета в ведущих вузах России, дни Казанской науки в ведущих вузах, где мы покажем, что мы... Ваших университетов. Давайте сделаем, ну, это вот называется мячмейкинг, по-русски, вот даже, я не знаю, как, стыковки, что ли, профессоров, потому что если профессора не будут между собой сотрудничать, никакой сотрудничества не получится. Поэтому мы открыты к этому. Вот это одна из проблем, я считаю. Спасибо. По поводу сказанного, по поводу, особенно, двух последних докладов, совершенно замечательные доклады, несмотря на трудности по связи по скайпу, вот второй делался доклад, я думаю, что основные моменты следует и поддержать, и, наверное, каждый из них углублять. Я бы хотел несколько вещей сказать. Но, во-первых, я не поленился, посмотрел, с чего все это начиналось, и посмотрел статью Путина за 2011 год о том, что такое вообще Евразийский союз. Если помните, там слова экономически не было. И там очень интересные моменты, вполне такой либеральный проект. Я думаю, что если Владимир Владимирович сейчас бы посмотрел свой текст, который, естественно, был написан вместе с различными аналитическими институтами и экспертами, то я думаю, что он бы существенно его поправил, поскольку там либеральные идеи заложены везде. И там говорится буквально о том, что любой гражданин евразийского пространства может работать, учиться, ездить в любой точке этого самого евразийского пространства. На самом деле все сложно на практике. И Россия в 2015 году, ну, с 1 января 2015 года это введено в действие, приняла очень много ограничительных мер, значит, направленных против мигрантов, но мигрантов, которых мы называем нелегальными, значит, нужно понимать, что это речь идет не о трудовой миграции и не о тех людях, которых мы здесь приветствуем, в том числе и на территории Республики Татарстан. Вот на это надо обратить внимание. Второй момент. Я коллегу Веремеева, значит, поддерживаю полностью на 100% идеологически, что нужно нам обязательно и встречаться, и делать обмены, да, на уровне и профессуры, и, безусловно, студентов и так далее. Но я могу возразить, мне представляется, что большого количества белорусских студентов в Казанском федеральном университете, наверное, не будет. Это объясняется целым рядом факторов, я думаю, и геополитических, и геоэкономических, и просто географических. Вот я не очень давно был в Балтийском федеральном университете, там всю проблему иностранных студентов, сейчас любой, да, вуз, позиционирующий себя в международном пространстве, должен обучать иностранных студентов, они решили за счет русскоязычного населения Латвии. Понимаете? Ну вот такая география, да? А вот Казанский федеральный университет себе такого позволить не может. Мы должны, соответственно, работать и на Азию, и на Африку, вот, может быть, на ряд европейских стран, безусловно, на все страны, наверное, СНГ. Вот, и мне представляется, что здесь есть объективные препятствия. Поэтому легче, наверное, начинать какие-то вот такие обменные программы, делать это на государственном и на общественном уровне, в том числе вот на уровне там общественной палаты, которая начинает работать, да, я думаю, что во всех регионах эти общественные палаты есть и так далее. И вот здесь, значит, очень много перспектив на то, чтобы это сотрудничество налаживать. А вот что касается непосредственно, значит, того, чтобы студенты из Беларуси обучались, скажем, в Казанском федеральном университете, я думаю, много времени должно пройти, здесь должны быть государственные решения. Я боюсь, мы можем как эксперты только рекомендовать, а будут ли они приняты, это очень сложно. И посмотрите, Казанский университет делает очень много с точки зрения того, чтобы рассказать о том, что мы есть, и о том, что приезжайте к нам учиться. Но есть совершенно другая пропаганда, и если вы откроете любую публицистическую статью, например, на английском языке, то увидите, что Татарстан всегда позиционируется как мусульманская республика. Если вы откроете официальную статью здесь, в Татарстане, то вы увидите, что мы поликонфессиональная, полиэтничная республика и так далее. Вот это, кстати, нам американцы навязали, и это везде существует, в том числе, к сожалению, и в научных публикациях. Поэтому рядовой житель Белоруссии, на мой взгляд, прочитав вот эту информацию, а он живет именно в этом потоке, а не в том потоке, которым живем мы, как представители, скажем, республики Татарстан и одного из регионов Российской Федерации, которые, соответственно, вряд ли примут решение, чтобы поехать сюда. То есть эту ситуацию надо менять, если мы ее сможем изменить, в том числе и в нашем академическом творчестве, то, конечно, да, но вопросы пропаганды, пиара, они, конечно, выходят далеко-далеко за область академических интересов. Поэтому поддерживая сотрудничество, я просто вижу здесь определенные трудности, и мне представляется, что их необходимо решать. Спасибо за внимание. А вот рядом с вами ваш сосед Валентин Стариченок, который у нас тут куратор молодежного направления, значит, белорусских организаций. Что интересно на это он ответит? Читают статьи студенты перед тем, вернее, будущее, значит, или не читают перед тем, как куда-то ехать учиться? На самом деле я здесь буду более пессимистичен, потому что не все так хорошо, не все так радужно, как мы пытаемся представить. Действительно, ну, начну со количества студентов. Не так уж и мало учатся российских студентов в Беларуси, более 1600 студентов. Белорусских студентов в разные годы до 20 тысяч. Поэтому здесь ситуация не так сложная. Что касается предложенной инициативы поступления в высшее учебное заведение граждан России и Беларуси, другой стороны, на мой взгляд, это не очень перспективно, потому что все-таки мы привязаны каждый к своей стране. Более перспективным будет здесь работать в другом формате, в формате каких-то стажировок. Год отучился там, год отучился там. Коллега сказал, Андрей Большаков, речь должна идти о каких-то обменах. И вот эти обмены, они гораздо более будут эффективны, чем попытка привлечь студентов на постоянное обучение. Тем более, что и российское, и белорусское пространство, оно также конкурирует между собой, потому что обучение платное, если форма обучения, то, конечно, белорусские вузы заинтересованы на платную форму обучения взять как можно больше студентов. Аналогичным образом российские вузы. Поэтому здесь идет уже конкуренция. Что касается образовательного пространства, я здесь скажу о союзном государстве. Все на самом деле не так уж и здесь и хорошо. Если мы посмотрим на бюджет 2017 года, то мы увидим, что в категории образования всего лишь 5 проектов. Это Олимпиада школьников, конкурс научно-технического творчества учащихся, туристский слет и две гражданско-патриотических смены учащихся. Все. Общий бюджет, это 75 миллионов российских рублей, он не дотягивает даже до 2% расходной части бюджета. Иными словами, на образование союзное государство тратит менее 2%. И вот всего лишь 5 программ, которые я перечислил. Ну, существует еще российско-белорусский университет, еще какие-то структуры, но такой внятной образовательной политики, которая бы финансировалась в рамках союзного государства, если мы говорим о союзном государстве, оно не существует. Поэтому здесь нужно предлагать какие-то конкретные проекты. и делать это в рамках бюджета союзного государства. Я уже неоднократно говорил, что существует профицит 1,8 миллиарда российских рублей, то есть есть деньги, и нужно действительно сформулировать стратегию развития, создания, стимулирования образовательного пространства России и Беларуси. И, в частности, делать это в виде каких-то конкретных проектов. Возможно, выделять гранты на эту проектную деятельность, вовлекать ученых, преподавателей, университетских студентов, делать какие-то сборные команды, то есть мероприятия, в которых присутствовали бы студенты со всех государств Евразийского экономического союза. То есть там 10 человек оттуда, 10 оттуда, 10 оттуда, 10 оттуда. И, в принципе, сделать это реально есть и желание, есть и ресурсы, но как-то вот так. Ну, понятно, это был взгляд пессимиста. А кто все-таки... Мы не можем все рассматривать. Да, пожалуйста, профессор Саулин, вы, наверное, оптимист все-таки, с берегов не вы. Несмотря на то, что роль гуманитарных наук сейчас резко растет, это я признаю, будучи экономистом, это действительно реальная тенденция, именно как ответ на очень серьезные опасности, которые связаны с развитием техники. Это естественно. Но мне кажется, что эффективным образование совместное у нас может быть по конкретным бизнес-проектам. Вот члены российско-белорусского клуба здесь сидят и забыли, что одно из первых наших совещаний было посвящено атомной станции в Беларуси. И там совершенно четко белорусский профессор рассказал, что из нашего политического университета Ленинградского туда приезжают люди, целые блоки читают, белорусские студенты в политех едут, там учатся, потому что нужно подготовить большой контингент совершенно по новой профессии для Беларуси. Причем белорусы занимаются не просто подготовкой, знаете, эксплуатационщиков, но они и наукой занимаются. Вот есть бизнес-проект, вокруг которого все это и обрастает. Вот если мы через бизнес-проекты, тем более есть совместные евразийские проекты пойдем, то тогда, мне кажется, эффективность будет целенаправленно, понятна, очевидна. А вот не так вот, ну как бы, куда бы пойти учиться, там, это все расплывчато. Бизнес-проект, он действительно все четко притягивает. И чтобы закончить вопрос по миграции, вот на самом деле очень замечательная книжица, есть один парадокс интересный. В Россию из Беларуси приезжает где-то 4,300, в 15-м году, в 16-м году 4,700. Это официальные данные, это люди, которые конкретно трудовую книжку, длительный контракт, все так, чики-пуки. Из России в Беларуси 2200. А вот теперь вот интересна другая статистика. На постоянное место жительства, то есть люди, которые там получают прописку, там покупают жилье, из России, Беларуси 7800 по 15-му году, а из Беларуси в Россию 5000. Такое впечатление, что в основном из Беларуси едут там парни и девушки, которые находят семью здесь, а туда в Беларуси едут уже готовые семьи, там может быть и с бабушками, и с детьми и так далее. И еще очень важный момент, то, что вот связано с гуманитарным таким очень серьезным обменом, тоже вот мало учитывать, но этот обмен действительно очень большой. В 2014 году, в 2014-2015 году из Беларуси приехало туристов. Это люди, которые вот именно приехали не по бизнесу, не там не на пару дней, там посмотреть Кремль, там еще чего-то, а вот именно целый тур, там все, целый месяц провести. 90 тысяч, и из России 120 тысяч. Причем в течение десятых годов рост просто вот такой очень сильный. Достаточно сказать, что где-то 340 тысяч мы принимаем туристов, у нас на самом деле никакой большой въезд, и беларусы занимают очень большое место. Но если посмотреть на цифры доходов, то тут уже это все кажется более существенным. Беларусы зарабатывают на российском туризме 1,2 миллиарда долларов, мы 120, то есть это вот такое очень серьезное. И еще, что я не хотел бы мериться, кто ближе к татарам, беларусы или русские, но вот поскольку здесь не в суе было упомянуто любимого мною великого ученого Льва Николаевича Гумилева, то вот хотел бы напомнить, что по его теории в 14 веке родились великороссы, которые произошли от русских, бывших в Киевской Руси, Аланов и татар. Про беларусов он такое им не говорил. И последнее, разрешите представиться, Александр, извините, Саулин. Спасибо. Профессор в кафедре менеджмента Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Спасибо. Я как раз евразиец, русский кыргыз, и в этом плане как раз таки представляю вот эту вот объединичную тенденцию. Я давно выскочил уже из академического сообщества, ушел в прямую аналитику, в работу с безопасностью уже 27 лет. Ну и в этом плане сейчас несколько реплик, у меня реплик накопилось много, несколько реплик. Ну вот первое, то, что вот Сережа сказал, очень важная вещь, вступление Кыргызстана в Евразийский Союз спасло страну от полного краха, который воспоследовал бы возможно вот в этом или в следующем году. Я подчеркиваю, полностью спасло, потому что, скажем, с точки зрения экономической ситуации у нас только улучшилось по всем показателям в этом смысле и возможности больше. Но самое главное, с точки зрения миграции, у нас с 30% легальной миграции в Россию, сейчас процент легальных мигрантов вырос до 60. Это вот очень важный момент. И второе, несмотря на все кризисы и в России в том числе и так далее, конечно, реакция была, снижение поступлений денег из России в Кыргызстан было, было снижение, но вот уже в этом году на ноябре месяц уже 2 миллиарда 83 миллиона долларов, то есть полностью восстановилось до кризисное поступление денег, а за счет только этих денег наши сообщества сейчас и живут. Потому что я хотел бы обратить внимание, экономики в Кыргызстане фактически к событиям 10-11 года экономики не стало, ее нет, это натуральное хозяйство. И плюс миграция трудовая, которая втягивает вот 2 миллиарда долларов, на которые, собственно, население пока живет. Поэтому существование Кыргызстана в рамках Евразийского экономического, я подчеркиваю в одном случае, экономического союза, это принципиальный выход для страны. Теперь второй момент, очень важный. Программа это или проект Евразийский союз? Дело в том, что нужно очень жестко различать эти понятия. Программа это горизонт целей, который мы набросали, и вот когда мы идем к горизонту, он отодвигается все время. Но вот цели могут меняться. Программа это некоторое движение к горизонту. А проект это жесткое выполнение тех или иных мероприятий, положенное на деньги и время. Если в каком-то времени ты не успел выполнить данное мероприятие, дальше поздно. В какое-то точное время. Так вот, Евразийский союз это программа, которая должна быть разверстана на конкретные проекты. И одним из важнейших проектов там является проект, на мой взгляд, проект безопасности. Ну, каждая свое, проект безопасности. Потому что вот с трудовой миграцией вопрос действительно принципиален. Дело в том, что к трудовой миграции нужно относиться как к антропотоку. Это просто наступивший антропоток. Как это было 800 лет назад и еще цикл назад 800. Точно так же. Сдвинулись люди, сдвинулись потоки людей. Вот, например, в Россию у нас из Кыргызстана от общего потока, уехавших в Россию, русские составляют 49%, а кыргызы 27%. И осели. В Казахстан казахи 22%, а кыргызы 25%. А вот в Германию самое интересное, немцы 39%, а русские 46%. То есть это такой северо-западный перенос меридиональный происходит людей. Понятно, что места, которые остаются в Кыргызстане, занимаются переносом с юга. У нас появились китайцы, непонятно сколько. Но считать невозможно. Но Чайна-Таун есть. Нет, возможно иногда. Только когда совершается какое-то преступление, приезжают правоохранители и вдруг выясняют, что в этом кафе зарегистрировано рабочих 12 китайцев, но потом выясняется, что там вырыто общежитие. Я подчеркиваю, вырыто вниз три этажа. И вынимают оттуда 178. Вот такие вещи происходят и надо в Бешкеке. Так вот, занимают китайцы, вьетнамцы. Появились у нас уже очень много. Ну и, конечно, очень серьезная миграционная линия к нам. Это пакистанцы. Так вот, в этом плане Евразийский экономический союз для Кыргызстана это спасение. По поводу Кыргызско-российского фонда. Ну, принято говорить о коррупции и так далее. Но на самом деле, первое руководство фонда препятствовало коррупции. Поэтому они не давали реализоваться псевдопроектам. Да. И поэтому сняли Нурсулу Ахметову, нашу любимицу, которая просто препятствовала псевдопроектам. Ну а дальше, конечно, начались традиционные игры. Я называю, в Кыргызстане коррупции нет. Есть старинные красивые обычаи. В этом плане очень важная вещь. Смотрите, очень важная вещь по поводу наших мигрантов. Я вот специально занимался вопросом миграции с точки зрения безопасности. И ездил по России. Значит, у нас были пункты исследования. Если можно, еще полтора минуты буквально. Это Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Москва, Петербург и Калининград. Выяснилось следующее. Есть точки, места, где наши мигранты входят в это общество, становятся органической частью этого общества. И, в общем-то, они приехали не на территорию работать, а приехали в этом смысле в страну. Потому что страна от территории отличается принципиально. Население, находящееся на территории, имеющее общий язык и общий смысл, почему они тут находятся. Вот тогда это страна. Так вот, возникает страна. Я нашел несколько сел в Рязанской области уникальных совершенно. Ну, во-первых, одно село действительно красивое. Оно Кепчакова называется. Для наших коллег из Атарстана сразу понятно, что здесь. Это Кепчаки, это Боловцы, это крупное племяное объединение. Оно есть, кстати, во всех нациях современных, тюркских Кепчаки. Так вот, Кепчакова называется. Вот там очень интересно. Местное население, автохтоны, они, вот я их встретил в состоянии такого, знаете, полуразвала, потому что молодежь вся уезжает. Рядом Рязань, рядом Москва, все, уехали. Живут старики, о которых некому заботиться. Так кто заботится? Приехали наши из Кыргызстана и часть таджиков, стали заселять эти земли, стали работать в сельском хозяйстве. И автоматически, я подчеркиваю, автоматически, поскольку такова культура, взяли на себя заботу об этих стариках. А они легально приехали? Легально, уже легально. Там сельсоветы счастливы. Сельсоветы, что вот есть люди, которые взяли, вот рядом бросовое село Барановка, которое вымерло, они его взяли и в нем начали работать. Сельсовет просто говорит, вон дом смотрите крайний, забирайте и все, начинайте жить. Начали жить. Привезли своих друзей, соседей, имеют по две машины теперь, по три укоса в год делают. В общем, начинают нормально жить, заботятся об этих стариках. Более того, восстанавливается вся ткань социальная и культурная жизни в этом селе. Я называю это капитализацией общественных отношений. То есть, вот это принципиальная перспектива евразийская. Капитализация общественных отношений и культуры. Потому что эта культура, она воплотилась. Я когда приехал туда на исследование, они говорят, ты откуда, из Кыргызстана? А вот у этой бабушки будешь жить. Она одна, у нее дом там большой, будешь там жить. Ну, на исследование. Хорошо, я захожу к ней. Она на меня посмотрела и так спокойно просто на таком, я называю такой общий тюркский язык, там все понятно. Она мне говорит, из Кыргызстана же, вот иди, бери нож и иди вон там барана режь. Ну, потому что ты же из этой культуры, ты должен это делать. Ну, пришлось пойти это сделать. А почему? А потому что сегодня вечером все соседи придут, мы их будем угощать. Что это такое? Это элемент единой культуры, вот той самой традиции, которая внутри нашей страны. Отсюда небольшой вывод такой. Вот смотрите. Территория это или страна? Если территория, то сюда приезжают быстренько взять деньги и уехать. Или прислать деньги, и все, это не наше. И тогда они превращаются в некий социальный слой. Иногда париев вообще-то, потому что, ну что. И, кстати, они стремятся к окукливанию. А если это страна, то здесь нужно жить и можно жить. И даже эта страна как своя. Что Беларусь, что Россия, это свое. И в этом плане они начинают жить. И в этом плане это и есть одна из важнейших ценностей евразийскости. Дело в том, что в отличие от европейскости, где есть линейное мышление, ну оно пусть гегелевская спираль, но основное линейное, туда, куда-то вот, в будущую перспективу. А евразиец живет по-другому. Он и линейно живет, как у Ченешова было сказано во вступительном слове Ленарна Ильича, что есть в нас всех европейскость, вот это вот стремление куда-то. Но в нас есть и частичка другая. Я называю это частичка азиатскости. Нет, не совсем востока, а азиатскости. У нас есть некая цикличность внутри, то, о чем Гумилев много говорил. И в стремление вверх, и цикличность. А цикличность это понять свои корни, держать свои корни, сохранять их. Почему у нас, например, правило «семь предков надо знать». Я приезжаю в любой Кыргызской айл, мне говорят так, назови своего уважаемого деда, прадеда и так далее. А если ты не называешь, ну как бы ты уже вот немного не соответствуешь. Это цикличность. Вот соотношение того и другого, то есть и сохранение, и в то же время использование ситуации движения вверх, вот это характеризует евразийскость. То есть если это делать, а вот я тут постоянно выступаю за то, чтобы у нас через некоторое время появилась бы карточка евразийца. Ну такая электронная. Помимо паспортов национальных, карточка евразийца, которая позволяла бы пользоваться какими-то там правами и так далее. Это было бы неплохо. И в этом плане, с точки зрения безопасности, я хотел бы сказать следующее. Да, наши мигранты окукливаются часто здесь. Они очень часто замыкаются в диаспору, потому что отступать нужно туда, где защита есть. А там защиту они получают. Второе. В этих окукленных сообществах там тут же появляется другая идеология. Не примет пустоты идеология. А идеология – это комплекс идей программирующих жизнь людей. Поэтому она приходит туда. И она приходит как не исламская, а исламистская. А в этом плане для людей, которые традиционно из этих культурных ареалов, где есть ислам, надо поддерживать традиционный ислам, а не пускать исламизм. А поддержка традиционного ислама, вот тут прямой призыв в Казани, для Кыргызстана принципиально важно было бы готовить имамов здесь, в Казани. Вот вернуть то самое, что было сто лет назад, готовить туда. Потому что у нас на 2500 мечетей едва половина имамов более или менее что-то там соображают, подготовлено. Я вот приводил пример позавчера. Уникальный совершенно пример, но если у меня времени просто нет, это в кулуарах. Спасибо. Спасибо большое. Я понимаю, что тема трудовой миграции, она очень многогранна, как и сама трудовая миграция. Но все-таки я бы хотел вернуть над немножко к нашим возможностям России и Белоруссии, вот этих коридорах, которые у нас есть, и которые мы заявляли как некую тему, и все-таки по этому тоже поводу высказаться. Вы как раз по этому поводу хотели высказаться? Или по миграции еще? По миграции. По миграции? А? По безопасности. По безопасности. Ну давайте, буквально по одной минуте, потому что у нас времени уже в обрез, а хочется, чтобы все высказались, все ушли удовлетворенными. Хорошо. Тиханский Александр, город Минск. Вопрос интеграции всегда тесно связан с одним важным условием. Это условия безопасности. Безопасность политическая, экономическая, конечно же, социальная. Но сегодня остро становится вопрос опасности, безопасности военной. На сегодняшний день, вот даже в ситуации с союзным государством, мы это видели на примере учений Запад-2017, была, ну, скажем так, невиданная активность прибалтийских государств, Польши и даже той же Украины. И вот в этих условиях попросту союзного государства было вынуждено перейти, в общем-то, и начать разработку новой доктрины. Вот, как ни странно, последний раз доктрина, вернее, не последний раз, а первый и последний раз, она была принята в 2001 году. И с тех пор ее положения не изменялись. Союзная доктрина военного государства. Вот. За это время в Беларуси изменилась доктрина, в России она уже, военная доктрина, дважды поменялась. А тут, скажем так, невиданный уровень милитаризации при Балтике и Польше, который привел к тому, что на сегодняшний день, в общем-то, баланс, военный баланс для союзного государства начинает меняться с Ленинградской области до Калининградской и, соответственно, по границе Беларуси с Польшей и юг с Украиной. Поскольку вопросы были такие, что вплоть до того, что нам, может быть, придется делать южное региональное командование, ставить его на границу с Украиной. Поскольку мы сейчас, скажем, не то, что угроза, а источники военных угроз, видим и в нарушении военного баланса со стороны Прибалтики и Польши, но в то же время и действий украинской стороны, которые, в общем-то, ничем не спровоцированы. Однако нам они обстановку на границе очень резко поменяли в негативную. Это, конечно же, масса оружия неучтенного, которое в Украине плавают взрывчатки, людей, которые пытаются, получив ранения где-то в зоне, а то лечиться в той же Беларуси. Вот эти угрозы на сегодняшний день заставляют нас обновить эту, сделать новую редакцию военной доктрины союзного государства, где мы уже, скажем так, конечно, это же не закрытый документ, открытый, это военно-политический документ, но хотя бы показать, прописать вот эти источники угроз вопрос и что, каким образом союзное государство будет пытаться делать. Поскольку на сегодняшний день, опять же, в той же Прибалтике, скажем так, если в общей численности вооруженные силы возрастают до раза, с помощью натовской стороны в Польше силы первоочередного задействия на нашей уже границе с Беларусью будут увеличиваться в два раза, с 25 до 40 тысяч. Вот, во всяком случае, когда вот я был в Калининграде по поводу учения Запада в 2017, я там видел другое российское общество, не как здесь, здесь как бы тыл, а там люди на западной стороне фронта, и у них даже мышление другое. Ну и чем же оно отличается? Они чувствуют военную опасность, они ее хорошо на себя чувствуют, они это все видят, наблюдают. И там, в общем-то, в то время, так сказать, такая сильная, агрессивная активация средств массовой информации со стороны Литвы, Польши, в общем-то, нагоняли такие вещи, что придут российские войска в Беларусь и будут пробивать Суваловский коридор. Вот, ну если на север не пойдут, тогда пойдут на Киев. Ну тут уже Украина сражалась с литовцами, кто же на себя эти возьмет войска, куда лучше россиянам идти. Вот так все хотели, чтобы к ним пошли. Но ситуация была, в самом деле, истерична, и в морально-психологическом плане она была очень, скажем так, тяжелая. Ну, по сути дела, мы имеем дело с информационными войнами, которые все чаще и больше разворачиваются. Как любят сейчас говорить, гибридные войны на военно-информационной основе. Здесь есть вопрос, вот конкретно Республика Беларусь находится в зоне действия этой самой карты поляка. Польша предлагала до недавнего времени эту карту не только этническим полякам. Буквально вот на днях они заявили о том, что теперь надо будет доказывать этническое происхождение польское до какого-то там колена. До этого фактически карта поляка выдавалась гражданам Республики Беларусь, которые просто имели предков Речи Посполитой, Второй Речи Посполитой до 1939 года. И этой картой поляка у нас выводилась значительная часть именно молодого трудоспособного населения. Я опять-таки по работе со студентами знаю более десятка человек, которые эту карту получили и благополучно эмигрировали в Польшу. Это непосредственно обеднение нашего рынка труда, это обеднение нашего экономического потенциала. И мне кажется, что это серьезная угроза. Это серьезная угроза. Здесь была предложена альтернатива, хочу очень большое спасибо сказать коллеге, вот карта евразийца. Если мы ее распространим на евразийское экономическое пространство, и если мы здесь самое главное, ведь для чего она нужна? То есть здесь необходимо тогда продумать действительно те преференции, те возможности, которые она открывает перед людьми. Возможности получения такой карты, наверное, в первую очередь все-таки должны даваться людям с определенным уровнем образования, определенным уровнем профессиональной подготовки для возможности свободного перемещения без каких-то формальностей, волокит бюрократических. Вот тогда она станет привлекательной. Потому что на сегодняшний день действительно, как тут опять говорили, Белоруссия, например, это западная граница Евразийского союза и западная граница союзного государства. И мы здесь очень четко чувствуем и понимаем давление со стороны Европы, Евросоюза, который идет по всем направлениям. И по военным, и по информационным, и в том числе по вопросам трудовой миграции, попыткам вытянуть наше наиболее лучшая часть населения, молодежи туда, на запад, чтобы там она закрепилась, осталась и так далее. Поэтому я считаю, что все-таки коллега правильно обратил внимание на эту тему. А что касается Украины, опять, у нас для Беларуси есть другой вызов. Вот эти мигранты с Украины вынуждены, у нас более 150 тысяч, по-моему, только в прошлом году въехало людей на территорию Беларуси, получили трудоустройство. Для 10 миллионов граждан Беларуси это очень значительная цифра. Это люди, которые приезжают и отнимают в условиях непростой экономической ситуации. Рабочие места здесь, у нас. Это люди, которые демпингуют на рынке зарплат, которые готовы работать за меньшую заработную плату, с меньшими социальными гарантиями. Хотя у нас в республике выстроен достаточно высокий уровень социальной гарантии для работников. Поэтому для нас, конкретно для республики Беларусь, это тоже очень серьезный вызов, с которым необходимо выстраивать какие-то барьеры, противодействия, каким-то образом этот вопрос решать. Все это понятно, но есть и другая позиция. А вы что, предлагаете этим людям, которые попали в ситуацию не от хорошей жизни, не помогать им? Нет. Ситуация как раз в том, что в рамках евразийского пространства мы могли бы эти трудовые ресурсы направить туда, где они более востребованы. Слушайте, в рамках евразийского пространства мы пока с нелегальной миграцией не можем разобраться, а не то, что вот вы предлагаете те варианты. Карта поляка, но всем же понятно, зачем Польша это делает. У власти находится националистское правительство, которое реализует очень давние многие вещи, связанные с этим. Вопрос, что нам с этим делать? Вам что делать? Работать. Молодежь будет реагировать. Вы понимаете, я еще раз говорю, если их устраивает то, что им предлагают, и их ничего не держит, это одна история. С молодежью нужно работать. Молодежь интересует социальные лифты. Молодежь интересует будущее. Молодежь интересует то, куда они могут приложиться, и чтобы они имели возможность нормально жить, работать, создавать семьи и так далее. Понимаете, если молодежь будет просто, конечно, есть и молодые люди, которые с утра до вечера сидят в интернете, значит, это, на определенных сайтах, и в конце концов, поддаваясь какому-то воздействию, уезжают. Такие люди всегда были. Но насколько массово это может быть, это другая история. Государство и вообще любая страна должна думать о своей молодежи, безусловно. А соблазнов, вызовов, они были всегда. До нас, сейчас есть, и в будущем будут. Понимаете? Только очень быстро. Я бы все-таки хотел... Про будущее. Извините, думаю еще и о телевизионной программе. Все-таки высказаться по возможностям для России и Беларуси по экономическим коридорам в евразийском пространстве. Мы так более-менее ее, значит, затрагивали. Но хотелось бы очень четко, ясно, значит, что есть, что мы имеем и чего нам так не хватает для того, чтобы все-таки это, скажем так, эти коридоры, ну пусть экономические или можем по-другому обозвать, значит, насколько они могут быть эффективны. И потом, понимаете, выстраивание транснациональных коридоров на сегодняшний день, это ведь, скажем, платформа, на которой проявляет себя не только Россия, Беларусь. На самом деле, многие страны, и тот же Китай, и не мне вам рассказывать, и так далее, которые, значит, активно продвигают себя в этом отношении. Вот как нам быть, как к евразийскому пространству? С одной стороны, мы должны быть включены в мировой процесс, а с другой стороны, и есть какие-то, ну скажем, свои евразийские интересы, национальные. Вот я бы хотел по этому поводу, да, Петр? Третий раз выступаете, а у нас есть коллеги вот там, которые ни разу не выступали. Нет, на самом деле, вот когда мы говорим про евразийский коридор, наверное, мы слишком много делаем ставку на какие-то логистические хабы, но при этом забываем о том, что сам по себе логистический хаб, это действительно, как Вячеслав сказал, это обслуживание кого-то, но не себя. И поэтому, когда мы думаем о создании коридоров, во-первых, мы отстаем в этом направлении. Сегодня китайцы реализуют проекты, вкладывают средства, в том числе электрификация, например, дороги, железной дороги Вильнюс-Минск произошла за счет китайцев. Это им интересно. Китайцы делают... Китайцы, я прошу прощения, сейчас очень активно в Беларуси работают. Более. А Евразийский союз, союзное государство на этот счет не работает вообще. Почему? Потому что ни одного логистического проекта союзного государства нет. При этом потребность в... союзного государства. Потому что в Евразийском союзе только в России есть объединенная транспортная... Ну, да, я сказал союзного государства, но не в этом дело. Даже если мы посмотрим количество программ китайских, которые имеют место быть, и количество внутри евразийских программ, то тут, конечно, мы видим перекос. А Китай, он заинтересован в том, чтобы минимизировать количество логистических коридоров через Российскую Федерацию, прежде всего, через Северный регион. Он вообще их не затрагивает. Хоть, на мой взгляд, для Российской Федерации в перспективе освоения и модернизации, прежде всего, Сибири и Дальнего Востока, заинтересовано провести вот эти евразийские коридоры по Северу. Но главное их не только создать, а главное создать производство и производственные цепочки. Это должно идти параллельно. То есть, вот эта общепроизводственная кооперация и реиндустриализация должна полностью быть параллельной вместе с вот этим как раз коридорами. Второй момент, если мы говорим про миграцию, ведь на самом деле вопрос миграции – это вопрос, нужна ли она вообще. Мы хотим как-то темную миграцию вывести наверх, а на самом деле миграция чего происходит? Из-за того, что у нас неравномерно развиваются регионы. И часть населения, прежде всего, с периферии желает приехать в какое-то более-менее экономическое ядро, что оголяет периферию, ставит вопрос безопасности и ставит вопрос той же модернизации вот этих регионов. Ведь на самом деле вот эти самые транспортные коридоры вместе с процессом модернизации и реиндустриализации общей евразийской кооперации могут решить вопрос миграции не в плане ее создания вот этой нормальной, чистой, не серой миграции, законной миграции, а в плане предупреждения миграции. Ведь большинство мигрантов, 90% мигрантов ездят не из-за того, что им хочется куда-то уехать, а именно из экономических показателей. И предупреждение миграции, на мой взгляд, через вот эти модернизационные какие-то ключи и проекты может как раз и решить в том числе миграционную проблему. Спасибо большое.